Сегодня четвертое сентября 18 года. Вот мы набрали еще два полных бедра, все равно плодная смородина. Эти бедра по 15 литров, посчитать 30 литров, она тяжелая такая. Сегодня мы по всей деревне разнесли. Сколько вот таких я возил в нем литров? Это рябина, вы сказали смородина, это рябина. Рябина, рябина. Сколько? Вот этого идет? Да, 3 литра. 5. 5? Да. Да неужели? Нет. 5, 5. Ну значит 5. Это вот яблоки нынче собрали. Потеряем яблоки, чтобы видно было. Вот это 7 литровая. 7 литровая. 7, да. Вот в руке я держу. Видно, нет? Вот ладонь какая. А ладонь что? Это от этой черноплодной рябины и яблоки тоже. А то вы только берете и вас питать. Нет. Мы больше даем, чем берем. Намного больше. Ну сейчас Кышан, Грежда Васильевна, тут тесто развела. Володя печь растопил. Тут горшки. Ну-ка. Как-то захвати маленько, убери. Заслонка называется. Ого. Ого. И там видно или нет будет круглый свод. Это моя работа. Как Шариков говорил. Вот так. Все. Яблоки с целыми днями. Это серафима пирожки принесла. Я ее им отвез. Сейчас на плоды. Я вам еще покажу кое-что. Рябины. 5 литров. И она сама пришла. Хотели пойти. Я еще сейчас принесу помидоры. Узнала, что помидоров нет. Хотя помидоры у нас есть. Она узнала, что нет. Что такое? Я Алексею Вестинову дал гальяна сушеный. А он принес вот тортик такой вот. Так у него у жены день рождения сегодня. Да. Он говорит, смотрите. Он говорит, смотри, сколько времени. Я говорю, 25. Он говорит, 25 вы вставите. Вот вам такой тортик. Я вот это из чего сделала, что я не люблю это. Я обыкновенные сухари лучше буду жить. Дольше вот. А мы любим. Показать. Нет у нас никого. Женский персонал. Вот Надежда Васильевна только зашла. А больше нет никого. Вчера, сегодня мы... Показываю руки какие. Вот руки какие, синие. Мордушки привезли. И как-то привык уже каждый день два раза ездить на рыбалку. Это Володя хрен чистит. И что будете делать из него с хрена? Да у меня помидоры надо вон быстрее крутить. Хреновину. Хреновина называется. Видите как. А вот так, где-нибудь скажи. Да такая у меня хреновина. Я скажи, ты ж ты какой. Ну вот, тебе твари Устинова принесла хреновину. Ну-ка. У-у-у-у-у. Видимо, я не его у Устинов. Ну, сделал тить Валю, видимо. А ты Валентина делал? Да. Ну, сильно ты не нажимай. А то желудку тяжело будет. Ну да. Ну что, Виталий? Я пошел поливать. Больше нет ведер никаких. Только те, Игнать. Ну, не знаю. Вон, возьми ведерок. Вон. Вон, ведерко ставь. Да там емкость такая же. Надо эти ведра как-то освободить. Этими удобно. А ты сколько пока они стоят? Ну, давай освободи. Нет, железными лучше. Железными тебе не надо. Они не назначены для того. Вот тут. Водят каталка у тебя. Я же за Василию. Варятся болячками. Вон, их люди вообще не надо допускать ни до какого дела, чтобы делали. Пироги, пироги хочу сделать. Пошли, этот дал какие-то глушков, помидоры. А на них какие-то пятнышки. Это пятна, это раковая болезнь у них. У него на зму очень много. Избыток этого не... Ну, я не знаю ничего. Я только посмотрел и сказал, есть я не буду их. Все, только переваривать. Я поела, очистила и поела. И отравилась. А зачем ты ела? Это раньше, это раньше было. Я отравилась так сильно, что еле-еле. Ну, Володя только принес, она говорит, вот это раковая болезнь у этих, у помидоров. Да, черная, чернота это... А я не стал, даже сказал. Ну, Володя говорит, отдать со своих парников этих... Правильно, правильно. Теплицы. Молодец, болеть не будешь. Я не знаю ничего, я внутренний голос. Я каталка, Володя, каталка. Что не надо это делать. Молодец. Ну, что, я нужен или не нужен вам здесь сегодня? Вы если пироги поможете, то я выйду от вас. Пусть Бога. Все, вот это яблоки, я понимаю. Отчего Христос тебя, труженик ты мой, а? О! Опять смеешься, опять зафиксирует меня. Тебя. Что ты, бабка, толстая становишься? Ну, что сделаешь? Хи-хи-хи-хи-хи. Какая есть. Где твоя талия? Да. Его обхватить можно было. И не болела. Как с 50 лет начала полнить, и вот все и полнею. А полнота-то идет через рот. Нет. Через невоздержание. Слушай, позвонили Аллочке скорую, вызывали. Она в тяжелом состоянии. Лишний вес надо, в первую очередь, скинуть. У нее лишнего веса килограмм 35. Не знаю. Ну, я знаю. Я любви сытой, Любовь Николаевна, привезла, и мы все на эти веса. И Глушков встал, сто с чем-то килограмм. А я на 3 килограмма всего больше своей нормы. На 3. Да, перестань. Да-да. Ты свой вес, это рост, узнай сначала. Я узнала. Метры 60. 60. А у меня вес был 65, 67. А сейчас не знаю сколько. А сейчас 78. Ну, может. Ну, примерно так. Хи-хи-хи. Не знаю. Никому не охота умирать? Да, это точно. Я вспоминаю, сейчас беру вот эту рябину-то черноплодную-то. Я как-то считал, советские войска отступают первый год, 41-й. Ну, отступают лесами всякие соединения, части. Ну, целый фронт набрал Рокоссовский из-за таких, которые вырвались из окружения-то. Ну, эти идут с ними там все комиссары, начальники, все. Ну, сколько их-то? Это тысяч пять, примерно, семь было. И вдруг в селе узнают, говорит, а тут ночуют, говорит, гитлеровцы. Человек, говорит, сто. Ну, среди ночи напали на них. А дальше никто не хотел думать, что будет. Ясное дело, что перехолотили они их, расположили на выходе, никого не выпускать. Ну, и утром-то все равно немцы-то эти узнали. Значит, сразу самолеты вызвали. Определили, где они есть, и все эти пять тысяч переколотили. Вот и все. Всех переколотили потом. Немцы-то немцев убили сто, а этих пять тысяч погибло. Почему? Да потому что они находятся в середине, где захваченная территория-то. Ну, возможность представилась, тихо прошли бы этим местом, где-то скрылись. Нет, немцы на пути. Перебить надо их. Ну, перебили сто человек. А пять тысяч, говорит, положили. Я столько литературы читал это вот. Ну, думаешь, ну, где же эта голова-то была? Зачем же это нужно делать? Ты явно делаешь, что у вас пять тысяч, а на вас завтра пятьдесят наляжут. Они идут, идут наступление, они гонят и гонят. От пяти до миллионов-то. Небольшой осколок. Одна дивизия. И все, расколотили. Так что вовремя надо отступать. Так что пошел я домой. Вас больше, чем нас. Все. Я буду закрывать, так вот. Нам лучше с вами мирно жить. Возьму шарик, когда я пойду. Вот так, брат ты мой. Спасибо.